Всем привет! И это видео, в котором нам пришлось просто нереально запариться с поиском нужных продуктов. На это ушло целых две недели. Сегодня мы приготовим огромный ходок длиной в 2 метра и весом больше 40 килограмм. Вряд ли, конечно, это мировой рекорд, но на рекорд Украины, я думаю, тянет. Уже по нашей традиции заранее ставим лайки и подписываемся, а мы начинаем. Поехали! Друзья, покупать продукты в супермаркете или заказывать еду с заставкой можно гораздо выгодней. Особенно, когда ты юзаешь промокоды, а еще получаешь кэшбэк с бесплатной картой Рокетбанка. Получаешь кэшбэк до 10% с любимых мест, которые выбираешь раз в месяц. А среди них могут быть и Яндекс.Еда, и любимый Деливери Клаб, рестораны, кафе и еще много всего. А самое крутое, что ты получаешь 1% абсолютно со всех покупок. Рокетбанк не требует платы за обслуживание. Более того, на остаток каждый месяц капают 5,5% годовых. Бесплатно! Любишь путешествовать? Тогда снимай наличку абсолютно с любого банкомата мира без комиссии. А еще недавно появилась новая функция бесплатных переводов на карты других банков. Хоть за обед переведи, хоть маме сделай приятно. По любым вопросам пиши в чат поддержки, где тебе во всем помогут доступным языком. А если ты перейдешь по моей ссылке в описании и оформишь карту бесплатно, то получишь целых 500 рокет рублей. 1 рокет рубль равняется 1 рублю. Пользуйтесь! Для того, чтобы вам было хотя бы приблизительно понятно, насколько тяжело было достать продукты, рассказываю. Походив по магазинам и поняв, что булочек и сосисок такого размера нет, мы решили поискать в интернете. И там тоже ничего похожего не нашлось. В общем, пришлось обращаться к знакомым, которые знают людей из хлебзавода и мясокомбината. И через 2 недели все это нам сделали специально на заказ. Чтобы забрать их, пришлось ехать в другой город за 40 километров. Итак, что нам понадобится для огромного хот-дога? 2-х метровая булочка весом в 16 килограмм. 2-х метровая сосиска весом в 20 килограмм. 6 горелок, газовые баллоны, много листов салата, 2 вида лука, помидоры и соусов. А именно кетчуп, горчица и барбекю. Начнем с помидоров. Нарезаем их в принципе очень стандартно. Сначала пополам, а затем слайсами. Всего нам нужно нарезать пару килограмм помидоров. Как только это сделали, пересыпаем в миску. Теперь лук, сначала красный. Обрезаем корень и хвостик, если нужно, то снимаем еще и пленку. Ну и нарезаем кольцами, хотя бы попытайтесь нарезать. Шанс того, что все кольца выйдут ровными, не велик. И последнее, что нужно нарезать, это очень много репчатого лука. У нас 5 килограмм. Итак, быстрый гайд, как почистить лук. Для начала обрезаем корень и хвостик. Затем делим луковицу на две части и снимаем шелуху. Здесь гайд заканчивается. Остальное нарезаем средними полукольцами. На это ушел целый час и стакан пролитых слез. Хотя нет, делали мы это вдвоем, поэтому два стакана. Получается две вот таких полных миски. И сейчас самое время распечатывать горелки. И газовые баллоны. Снимаем колпачок с баллона, устанавливаем в горелку и закрываем защиту. Прижимаем баллоны, все прекрасно работает. У нас таких горелок 6 штук. Пока возьмем 3 и поставим на них сковородки. Подливаем масло и забрасываем лук, только репчатый. Обжариваем периодически, подливаем масло и перемешиваем. Цвет лука должен получиться супер золотой, даже ближе к темному. И главное, чтобы он был хрустящим, это будет как топпинг. Перекладываем на бумажные полотенца, пусть они впитывают лишний жир. Переходим к самому главному, к огромной сосиске. Сначала снимаем первую упаковку. А теперь ту, которая прилягает. Для этого надрезаем с одной стороны и целыми лентами убираем пленку. Сосиска очищена, теперь ее можно обжарить. Для этого нам нужна форма из-под булочки. Саму булочку на время убираем. Застилаем форму фольгой хотя бы в 3 слоя. Поливаем и размазываем масло. Подсовываем под низ наши горелки и перекладываем сосиску в форму. Делаем это втроем, ибо как я уже говорил, весит она 20 кг. Врубаем огонь и через 15 минут всяких переворачиваний получаем вот это. Идеально прогретая сосиска, правда лопнула в одном месте. Заворачиваем в фольгу, чтобы не остыла, а на ее место возвращаем булочку. Сразу же делаем надрез вдоль. Но одного будет мало, поэтому делаем второй, чтобы получить вот такой желоб. Внутри еще очень много мякиша, половину из которого мы вынимаем. Нужно это для того, чтобы внутрь поместилось побольше начинки. Первым слоем у нас пойдут листы салата. Для того, чтобы от соуса и овощей булка не промокала. Открываем барбекю соус и заливаем им салат. Ушло два тюбика соуса, а это один литр. На соус наш обжаренный хрустящий лук. Теперь наша мега огромная сосиска. Начинается декор, по краям выкладываем еще листы салата. На одну из сторон выкладываем помидоры, а на вторую колечки красного лука. Теперь открываем тюбик кетчупа. По-моему, ножом было не лучшая идея его открывать. И как все хот-доги, поливаем змейкой. То же самое повторяем и с горчицей. В принципе, хот-дог готов. И я доволен результатом, ведь он получился красивым. И вы можете сравнить размеры. Вот я, а вот хот-дог. И весит он примерно 40 килограмм. В этот же вечер мы его разрезали и раздали всем родственникам и знакомым. Все, кто его видели, сразу хватались за телефон, чтобы сфоткать. За кадром я его попробовал. Правда, не как хот-дог, а просто на вилку насадил все ингредиенты. И могу сказать, смело готовьте обычные хот-доги по этому рецепту. Особенно не забывайте добавлять жареный лук. Самое вкусное это то, что у меня для вас есть еще одно видео. И как только на этом видео вы наберете 200 тысяч лайков, я его выпущу. Так хоть сегодня их наберите, сразу же оно выйдет. Пишите в комментариях еще идеи для видео с огромной едой. Подписывайтесь на канал и на инстаграм. Всем пока!